МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале 1880-х годов переехал с супругой в Севастополь. Здесь открывалось огромное поле для удовлетворения трудовых амбиций Максимова. К примеру, тесть Алексея Андреевича занимался восстановлением Петропавловского собора на городском холме. Большую помощь в этом ему оказал сам Максимов. Строительные работы в храме, разрушенном во время Крымской войны, обошлись в 60 тысяч рублей. Из них 15 тысяч пожертвовал Максимов. Спустя некоторое время он выиграл конкурс на сооружение в главной базе Черноморского флота Александровского дока. Он был завершен, хоть и с небольшим опозданием. Кроме всего прочего, Алексей Андреевич выступал подрядчиком по сооружению здания морской библиотеки имени Михаила Лазарева. Фигура Алексея Андреевича Максимова для Севастополя, безусловно, неординарная. У нас было очень много мэров, но в историю входят единицы. И вот такая фигура, как Максимова, она вошла в историю. Безусловно, морская библиотека, которая является старейшей библиотекой города, и которой в этом году 191 год, она живой свидетель всех тех событий, которые происходили. И не случайно в 80-е годы, когда создавался клуб любителей истории флота и города, одно, при морской библиотеке, одно из первых заседаний, на котором присутствовала интеллигенция города, интеллигенция флота, я имею ввиду наши уже отставные офицеры, которые ушли в запас, они первые подняли вопрос о семье Максимовых. Интересно то, что этот человек, прежде всего, был связан с Черноморским флотом, и он очень занимался подрядными работами, и мы видим труды его рук, да и до сих пор, ну, предположим, Константиновское реальное училище, школа номер 3, она, подрядчиком этой стройки был Алексей Максимов. Кроме всего прочего, не уцелевший дворец главного командира Черноморского флота и портов был также построен из камней, добытых хомутовой балки на месте Максимовой дачи им. Строительство загородной усадьбы Максимова дачи – масштабный проект, на который подвигли Максимова все полученные знания и опыт. Проектирование усадебного комплекса, архитектурных строений и парка Алексей Андреевич поручил архитектору и художнику Валентину Фельдману. Работы начались в конце XIX века. Дом Максимова был задуман как комплексное сооружение в стиле классицизма и ренессанса. Он предусматривал не только комфортное проживание семьи при слуге гостей. Плодовая, виноградная, молочная продукция, мед перерабатывались здесь же. На территории усадьбы располагались виноградники, вольеры с дикими животными, оранжерея. В комплекс входило два парка, на которых было высажено более полутора тысяч видов растений, в том числе и реликтовых. На территории Максимовой дачи находился удивительный архитектурный ансамбль, который состоял из мостиков, беседок, фонтанов. Три крупных бассейна были заселены пресноводной растительностью – рыбами и раками. После революции на территории Максимовой дачи организовали трудовую колонию для беспризорных, затем санаторий для рабочих. Спустя сто лет облик Максимовой дачи сильно изменился. Уменьшилась площадь парка, исчезло 95% реликтов. То, что осталось от усадьбы и всего, что здесь находилось, с трудом напоминает прошлое величие. Это был фактически второй ботанический сад в Крыму, потому что все работы по посадке деревьев, по подбору их, велись с привлечением специалистов Максимовой дачи. И садовников обучать туда посылал Алексей Андреевич. Надо сказать, что он вообще ко всему относился настолько основательно. Вот если начал заниматься виноделием, то своего главного винодела он послал учиться во Францию. Если он занимался посадкой сада, то, значит, это было все связано с Никитским ботаническим садом. Если строительство усадьбы, то лучший архитектор города, Фельдман Валентин. То есть делалось все надолго. И самое, что главное, нужно подчеркнуть и сказать, что всегда Алексей Андреевич говорил и завещал, что он хотел бы, чтобы парк и вся усадьба Максимова дача стали достоянием народа. После работы в предпринимательской сфере в начале 20 века Алексей Андреевич решил заняться общественной деятельностью. В 1901 году он был избран городским головой Севастополя. Вникнув в проблемы, он понял, что город активно развивался лишь во время существования в Севастополе экспортного коммерческого порта. После его закрытия ухудшилась работа над благоустройством города, понизился уровень санитарных условий, пришли в упадок городские купальни, которые приносили Севастополю доход около 7 тысяч рублей. К тому же в городе отсутствовала канализация. И тогда, 25 октября 1902 года, Максимов направил министру внутренних дел докладную записку о бедственном положении городского хозяйства. То есть он делает полный анализ городского хозяйства. Он делает предложения, какие нужны. И по его мнению, что вот таким главным источником наполнения городской кассы, то есть городского бюджета, являются городские предприятия. То есть он предлагает построить новое здание скотобойни, ледоделательный завод, лечебно-курортные заведения, то есть то, что будет приносить городу доход. Вот результатом вот этого обращения был кредит, и Севастополю было выделено 200 тысяч рублей. Личность и жизнь первого головы Севастополя привлекла писателя и историка-журналиста Аркадия Чикина. С конца 80-х годов прошлого века он вплотную занялся изучением всех подробностей жизни Алексея Максимова. Итогом стала серия книг. По мнению автора, Алексей Андреевич всегда стремился быть ближе к простым людям, их проблемам. До Максимова действовала Дума, городская так называемая купеческая Дума Константина Павловича Мертвага. А Максимов демократизировал Думу. После выбора 1991 года очень многие наблюдатели обратили внимание, как изменилась физиономия, как тогда говорили, городского самоправления с приходом Максимова. Очень многие вещи были демократизированы. И надо сказать, что, будучи выходцем из народа, он приблизился к нему, он сделал многие вещи, которые никто до него не делал. Я только приведу один пример. Красная горка, воспользовавшись отъездом архитектора Вейзена из Севастополя, он раздал по сходной цене земли на Красной горке беднейшему населению Севастополя. В первую очередь. Он лично финансировал строительство из своих средств бедноту Севастополя и никогда не взыскивал через суды, с них суды, если они их задерживали. Максимовы были образцовой семьей. За время брака у них родилось 12 детей. Приняли в семью и подброшенную к подъезду дома Максимовых девочку, назвав ее Анной. Семья была большая, очень интересная. Алексей Андреевич уделял много внимания воспитанию и развитию детей. Они все не только, разумеется, занимались в гимназиях, но обязательно учились музыке. И на Максимовой даче, там, где бассейны, чуть в стороночке есть такое место, где великолепная акустика. Там стоял рояль, и там летом играли по вечерам, когда собирались всей семьей, любили играть и петь в сопровождении. Алексей Андреевич был настолько, в общем-то, многогранно талантливым человеком. Все самоучка. Но вот действительно талантливый человек, потому что он и играть умел, он научился играть на фортепиано, он знал иностранные языки. Деятельность Максимова пришлась на непростой 1905 год. 17 октября этого года Николай II подписал манифест о даровании народу гражданских свобод, совести, слова, собрании и союзов. После этого в Севастополе собрался стихийный митинг, который перерос в демонстрацию. После его опубликования мирная демонстрация направилась на площадь восставших, современное название, к городской тюрьме освобождать заключенных. Конечно, они были встречены выстрелами и были убиты и ранены. И на следующий день, 19 октября, по инициативе Максимова, созывается экстренное заседание городской думы. То есть городская дума дала согласие на обеспечение охраны порядка в городе невооруженными народными патрулями. Максимов вместе с депутатами, которые были избраны на Приморском бульваре, направляется к коменданту крепости и к городоначальнику. И в результате этих переговоров в городе были сняты полицейские и жандарские посты. И можно, в общем-то, говорить о том, что Максимов в тот период действительно сделал всё возможное, чтобы предотвратить столкновение населения с полицией и войсками. В ночь на 3 мая 1908 года в квартире и хуторе городского головы Максимова был произведён обыск, обнаружена нелегальная литература. Благонадёжность Максимова и его жены была поставлена под сомнение. И 5 мая 1908 года он был отстранён от должности. В этом же году он скончался от кровоизлияния в мозг. Но имя и дела Максимова сохранились в памяти потомков. Вот, Кадий Михайлович Чикин рассказывает в своих книгах, предположим, о том, что после революции, когда семья, конечно, бедствовала, самого Александра Андреевича уже не было в живых, а вот жена его была вынуждена просить милостыню у Покровского собора. И севастопольцы охотно её поддерживали, пометуя те добрые дела, которые эта семья делала очень много десятилетий для города. А Максимова дача и сегодня остаётся, пожалуй, самым памятным местом. Ещё с 50-х годов XX века по инициативе учёных-краеведов и жителей города были публикованы предложения по заповедованию усадьбы Максимова дача и прилегающих природных ландшафтов. Но они таки остались на бумаге. Вновь эта тема зазвучала уже в новом веке и в новой стране. Депутаты Севастопольского городского совета после долгих обсуждений в июне 2013 года на сессии утвердили решение, согласно которому Максимова дача приобрела статус регионального ландшафтного парка местного значения площадью почти 84 гектара. 11 июля этого года состоялись работы по установлению границ в натуре. По всему контуру парка было установлено 33 межевых знака и был подписан акт полевых исследований и согласования границ. А человеки судят по его делам и поступкам. Если после их завершения остаётся наследие широкому кругу людей, это особо значимо. За беззаветное служение Севастополю, ещё до вступления на пост городского головы 12 сентября 1891 года грамотой Сената Алексей Максимов был возведён в потомственное почётное гражданство. А учитывая вклад Алексея Андреевича Максимова в благоустройство Севастополя, можно с уверенностью сказать, что память о нём и сегодня живёт во многих уголках города-героя. Его жизнь образится для всех, кто берёт для себя великую ответственность – заботу о Севастополе. 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 Севастополе.